Ребята из Новосибирской области знакомятся с мемориальным комплексом Барбашова поля. Музей под открытым небом для группы представляет особый интерес, ведь Новосибирскую область и Северную Осетию объединяет Петр Барбашов. 23-летний парень из сибирской деревни стал для Осетии настоящим героем. Именно в этот день, 9 ноября 1942 года, Петр Барбашов совершил свой подвиг, когда у селения Гизель шли ожесточенные бои с немцами, закрыв своим телом амбразуру вражеского дзота, он отбросил противника на 30 километров, навсегда вписав свое имя в историю. Гости смогли увидеть дзоты и погрузиться в атмосферу тех лет. Группа приехала в Северную Осетию по образовательному проекту «Сибирь. Осетия». Привезли с собой 10 детей, по 5 детей от каждого района, которые явились победителями районных конкурсов сочинений «Письмо герою». То, что мы увидели, конечно, нас поразило. Поразило до глубины души. Мы посмотрели Осетию с древних времен. Мы побывали в ущельях, мы узнали много исторических фактов, мы открыли для себя народ совсем с другой стороны. Мы открыли для себя друзей, мы нашли контакты, с которыми теперь будем связываться, будем общаться. Мы налаживаем связь. И, конечно, то, что видишь со стороны, это одно, а когда глазами, это совершенно другое. Мы еще не уехали, но мы уже скучаем. Мы скучаем по Осетии. После экскурсии по мемориальному комплексу ребята почтили память Петра Барбашова, возложив цветы к монументу Героя Советского Союза. С Новосибирской области ребята, школьники, победители конкурсов патриотических собираются приехать к нам в регион. Естественно, мы были готовы их встретить. Не просто встретить, но и организовать им на всех площадках, которые были им интересны, хороший, добрый, теплый прием. Что мы и сделали. Конечно, приятно, что из далекой Сибири приезжают люди. Конечно, приятно, что у наших регионов есть вот такое общее героическое прошлое в лице Петра Барбашова. За большой личный вклад в патриотическое воспитание детей и молодежи благодарственное письмо и медаль Покрышкина делегация передала экс-главе республики Вячеславу Бетарову. Искренне благодарны за подобный знак внимания со стороны губернатора Новосибирской области и особенную признательность ребятам, которые приехали оттуда и посетили наши, можно сказать, святые места. Это очень важно с точки зрения развития патриотического воспитания и укрепления духовных скрижалей молодежи и подрастающего поколения. Ребята из Новосибирской области провели в Осетии неделю. Программа пребывания была насыщенной и разносторонней. Дети познакомились с культурой, традициями, историей и природой региона. Впечатление просто изумительное. Да, я хотела бы вернуться в Осетию, ведь это город, который даже не город, а часть Кавказа, которую я хотела посетить. Очень давно и мечтала с 21-го года сюда приехать. И вот, можно сказать, мечты сбываются. Больше всего мне понравились термальные источники. Кармадонское ущелье, Цельское ущелье и поход в горы. Великолепная поездка. Очень впечатляет рельеф, в первую очередь, конечно. Горы, ущелье Кармадонское. Очень живописно. Не как Новосибирск. Очень захватывает вот даже Барбашово поле. Я, на самом деле, очень увлекаюсь всей этой историей. Великую Отечественную войну очень хорошо знаю. Поэтому для меня это безумно все интересно. Уже завтра ребята отправятся домой, в Новосибирскую область. Но Осетия теперь навсегда в сердце каждого, говорят они. Алина Хасцаева, Давид Хамицаев, Давид Кустанов. 15-й регион. Субтитры создавал DimaTorzok